Новости на телеканале Видное ТВ. Этот выпуск проведу я, Татьяна Брылова. Здравствуйте. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. Какую зону отдыха благоустроят в 2020 году, решат сами жители. Голосование на портале Добродел стартует 20 февраля. Выбрать, каким станет город в ближайшем будущем, можно в разделе голосования. День варежки отметили в Расторгуевском парке. Итак, ну-ка, пробуй развернуть конфетку такими своими варежками красивыми. Спарта НК сыграла с одной из сильнейших команд Курским Динамо. Желаю удачи Спартаку всегда, чтобы всегда победала. Ты выбираешь, каким будет твой город. 20 февраля на портале Добродел под таким девизом стартует голосование по благоустройству общественных пространств в городе Видное. Жители смогут выбрать один из трех объектов, который, на их взгляд, более всего нуждается в обновлении. Голосование продлится всего неделю. Набравшие наибольшее число голосов общественное пространство благоустроят в 2020 году. Подробности в нашем сюжете. Каждый видновчанин может принять участие в голосовании за реконструкцию общественных пространств, которое пройдет на портале Добродел с 20 по 27 февраля. В голосовании участвуют парк Сосенки, зоны отдыха вокруг кинотеатра «Искра» и сквер памяти погибших в год Великой Отечественной войны в Расторгуеве. Сквер Сосенки давно облюбовали местные жители с маленькими детьми. Здесь ездили и с колясками погулять, и для детей постарше тоже найдутся развлечения. Как уверяют местные жители, здесь всегда много народу, потому что это, пожалуй, единственный зеленый островок поблизости. Парк хоть и существует не так давно, но уже требует обновления. Здесь уже как бы и покрытие весной, летом уже такое старенькое. Хотелось бы, конечно, чтобы и площадку более такую посовременнее. Для подростков что-то вот, ну я не знаю, выбрать территорию, чтобы какие-то были тренажеры для подростков обязательно. Вот они сейчас, ну чуть повыше, вот они по гаражам носятся, когда каникулы, а ну уже детское маловато им. Пожалуй, нет места более любимого и притягательного для видновчан, чем зоны отдыха около Тимоховского пруда у кинотеатра «Искра» и мемориального комплекса «Аллея Славы». Сюда обязательно приходят жители на Новый год, майские праздники. Молодоженам полюбился мостик на пруду, где они в день бракосочетания оставляют замочки и клянутся верности друг к другу. Даже днем в будни тут многолюдно и шумно. На вопрос, нуждается ли эта зона отдыха в реконструкции, люди отвечали совершенно по-разному. Велосипедных дорожек можно чуть побольше сделать, потому что сейчас этот вид транспорта востребован, вот и это было бы хорошо еще предусмотреть. Конечно, мне надо порядок привести, вот фонтан, пожалуйста. Мне вообще это нравится, поскольку внуков еще нет, поэтому мне как бы, а вообще мне кажется, достаточно красиво. В сквере памяти погибших в годы Великой Отечественной войны в Расторгуеве мы, к сожалению, не встретили ни одного отдыхающего. Что и неудивительно, сквер все же больше напоминает небольшой лесок, чем полноценную зону отдыха. Обелиск павшим воинам в годы Великой Отечественной войны и танк Т-80, установленный здесь пять лет назад, пожалуй, единственные местные достопримечательности. Но у вас есть возможность все изменить. Выбрать, каким станет город в ближайшем будущем, можно в разделе «Голосование». Для этого нужно авторизоваться не только на самом Доброделин, но и на портале Госуслуг. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Видное ТВ. Голос молодежи должен звучать громче и настойчивее, считают в руководстве муниципалитета и всячески поддерживают хорошие инициативы подрастающего поколения. Именно об этом шла речь на встрече главы района Валерия Венцеля с членами Молодежного совета Ленинского района. На мероприятии также присутствовали представители общественной палаты и управление образования. Встреча проходила в формате круглого стола, где обсуждались вопросы взаимодействия муниципальной власти и молодежного самоуправления. Вначале подвели итоги деятельности Молодежного совета за 2018 год. Во вступительном слове глава муниципалитета отметил важную роль, которую играет совет в общественной и политической жизни Ленинского района. Очень много мероприятий с вашим участием проходило в минувшем году. Я посмотрел, но, честно говоря, так поражен количеством. Я думаю, что это только начало. Опыт у вас есть в проведении мероприятий хороших. Я буду усиливать. В прошлом году члены Молодежного совета при главе Ленинского района организовали и приняли участие в более чем 60 проектах, в рамках которых было проведено порядка 450 мероприятий. В ходе встречи с главой молодые люди активно обсуждали способы вовлечения в общественную жизнь как можно большего количества активной молодежи. Валерий Венцель отметил, что Молодежный совет по сути является кадровым резервом района. Мы в тесном взаимодействии и с Молодежным парламентом, и Молодежным советом как раз-таки для себя ставим цель, чтобы молодых инициативных ребят вовлечь в наши общие процессы. И не только путем участия в тех мероприятиях, в которых вы непосредственно принимаете участие, а может быть еще в работе и в обсуждении непростых вопросов, связанных именно с жизнедеятельностью нашего муниципалитета. Также на встрече молодые люди обсудили работу Молодежного парламента при Совете депутатов Ленинского района. Глава муниципалитета подчеркнул, что всевозможные заседания и совещания, сколь бы конструктивны они ни были, не должны быть в приоритете. Главное – реальные дела. Давайте так, вот вам задача боевая. Мне на следующей неделе, к пятнице, представить план вашей работы на 2019 год. Помесячно. Каждый месяц. А где вы и чем будете заниматься? Я его дополняю. Мы садимся, обсуждаем. И после этого вперед к первому отчету, ежемесячно отчитываясь. В заключении встречи Валерий Венцель призвал собравшихся как можно более детально освещать молодежную политику муниципалитета в социальных сетях и на других медийных площадках. Неделю назад сотрудники Госадмтехнадзора провели рейд на предмет контроля вывоза управляющими компаниями скопившегося снега. В некоторых районах были выявлены нарушения. Проведена ли работа над ошибками? Расскажем далее. За прошлую контрольную управляющая компания «Зеленый аллей» получила двойку. Уборкой снега во дворах жители оказались недовольны. Тротуар почему-то очищают, а вот где проезжая часть, вот наоборот спихивают сюда. И вот очень много соли. Управляющая компания «Зеленый аллей» учла замечания и объявила сугробом во дворах войну. Мобилизован был весь личный состав и даже резервисты. Сейчас на территории ЖК у нас 26 дворников, 2 единицы техники, 3 единицы техники. Еще бабкет дополнительно наняли. И мы дополнительно нанимаем компанию для вывоза снега. Справедливости ради надо сказать, что жители зачастую виноваты сами. Бросят машину посреди двора и убирая снег и налить как хочешь, не смущают ни объявления в соцсетях, ни просьбы старших по подъезду. В соседней Москве некоторые коммунальщики отчаялись достучаться до жильцов и взяли в практику радикальные методы. Сбрасывают сосульки прямо на припаркованные автомобили. Измер предосторожности старый матрас. В «Зеленых аллеях» обошлось без матрасов. Снег к обеду из дворов вывезли. Но как быть с расположенным рядом оврагом? Ведь претензии у надзорных органов были именно к нему. Причем гораздо более серьезные. Кучи снега, которые сзади меня, которые вывозятся тоже с микрорайона и выбрасываются тоже на «Зеленые аллеи» и прямо в пруд. Они будут таять, и это вся химия, которая посыпается всем. Мы сами это все прекрасно понимаем. Это наша экология, это тоже нарушение. А вот с этими кучами у проезжей части работа над ошибками не проводилась. Однако управляющая компания уверяет – проведем. Мы, конечно, вывезем снег по замечанию Госадомтехнадзора, по возможности, если не будут мешать на паркованные автомобили. Но тут, как нам показалось, прогноз слишком оптимистический. Вывести снег из-за врага вряд ли позволят законы физики. Ведь гравитацию управляющая компания отменить не может. У нас есть опасность по сползанию техники во враг. То есть физически в какой-то момент мы не можем приблизиться к краю врага, потому что техника просто физически может упасть вниз. А как же ее туда свалили? Сваливать не убирать. Так кто же сваливает снег и строительный мусор во враг? И кто все-таки его уберет? И уберет ли вообще? Управляющая компания уверяет – территория не наша, но убрать попытаемся мы, если сможем. Зона обслуживания управляющей компании – это придомовая территория. Данная дорога не является в нашей зоне обслуживания, мы ее все равно убираем. И все. Жеологизм не является нашей зоной обслуживания, но мы ее все равно убираем. Ну так все работают, управляющая компания, потому что это ЖК «Зеленая аллея», и мы здесь единственная управляющая компания на этой территории. Собственно, кто, если не мы? Попросту говоря, территория принадлежит застройщику, отсюда, наверное, и строительный мусор во враге. Тогда почему претензии именно к управляющей компании? И зачем она покрывает чужие грехи? Юристы утверждают – практика эта частая. На сегодняшний день распространены ситуации, когда в новых микрорайонах и управляющая компания, и застройщик – это одни и те же лица. То есть аффилированные управляющие компании от застройщика. Итог работы над ошибками. Придомовая территория – пять, а враг у дороги – два. Проходная ли сумма баллов решать, наверное, не нам? Михаил Режетов, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Расторгуевском парке состоялся праздник «День варежки». В ходе мероприятия дети и их родители приняли участие в народных забавах, а также необычным образом связали большую варежку. Подробности в сюжете нашего корреспондента Арсения Рогозянского. Ни одно зимнее развлечение немыслимо без этого атрибута. Чтобы не дать рукам замерзнуть, необходимо носить варежки. В Расторгуевском парке этому элементу одежды посвятили праздник. В парк отдыха на «День варежки» пришло много семей с маленькими детьми. На мероприятии было большое количество разных игр и забав. Гости праздника водили хороводы, катались с горки и танцевали. В основном конкурсы были связаны именно с рукавицами. В одном из них нужно было развернуть конфету, надев большие варежки. Итак, ну-ка, пробуй развернуть конфетку такими своими варежками красивыми. Вот, ну-ка, еще чуть-чуть. Давай, давай, давай. Молодец. Какая догадливая девочка. Вот, развернула. Первая конфетка есть, ребята. Вы знаете, этот праздник очень необычный. Я думаю, что кто-то из этих ребят даже первый раз узнал об этом празднике, поэтому, мне кажется, для них это было очень интересно, поиграть в эти игры, сплести варежки. Самим, может быть, в какой-то момент побыть варежкой, может быть, ниточкой так сплестись. Я думаю, что ребятам понравилось, и тем более погода соответствующая. Сегодня очень прекрасный день. День варежки проводится в Расторгуевском парке уже второй год подряд. И каждый гость в ходе праздника может найти себе развлечение по душе. По мнению директора учреждения Григория Авдеева, это мероприятие привлекает жителей своей незаурядностью. Формат все-таки это новое веяние, которое сейчас активно развивается в Московской области. Это событийный туризм, событийные мероприятия. То есть добавить каждому парку, каждой площадке уникальных событий авторских. Никита Карпов долго думал над тем, как провести субботний день с дочерью Мирославой. Сюда попали случайно и в буквальном смысле окунулись в гуляние с головой. Ребенок рад, веселье, праздники. Ну, очень хорошо организовано, профессионально, хорошие аниматоры. Да, дочь? Да. Понравилось тебе? Да. Молодец. Танцы, песни, в общем, просто мне эмоции просто через край. Если честно, просто очень хорошее мероприятие, очень нравится. Участники праздника смогли разнообразить свой досуг играми, танцами и русскими народными забавами на свежем воздухе. Такое мероприятие, как День варежки, делают зиму необычнее и теплее. Арсений Рогозянский, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Регулярный этап премьер Лиги чемпионата России по баскетболу среди женских команд подходит к концу. Впереди игры плей-офф. И чтобы попасть в восьмерку сильнейших, необходимо приложить максимум усилий. О том, как прошла игра «Спарта-НК» против «Динамо» из Курска, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга, побывавший на матче. Наша баскетбольная команда «Спарта-НК» принимает на своей площадке одного из главных фаворитов чемпионата России «Динамо» из Курска. Действительно, Курская «Динамо» перед этим матчем занимала вторую строчку в турнирной таблице премьер Лиги. Всего одно поражение и 14 побед. Сказать, что соперник серьезный, не сказать ничего. И вот начался матч. Динамовцы сразу пошли в атаку и стали наращивать свое преимущество. Как результат, двукратное превосходство гостей к концу первой четверти. Грамотные подсказки тренера помогли нашей команде собраться и выдать серию из трехочковых попаданий. Несколько раз разрыв в счете сокращался до одного балла, но в каждом случае команда из Курска взвинчивала обороты и вырывалась вперед. Как итог, 34-42 к середине игры не в пользу «Спарты». Было отрезок, где четыре атаки наших практически. Можно было там уже уйти в плюс пять, в плюс шесть очков и не получается. Но здесь немножко, наверное, и волнение сказывается, потому что, когда с лидером играешь, волнение всегда присутствует. Ну и можно списать немножко на молодость, конечно. Но пока что молодость не уступает опыту. В любом случае, руководство команды, как и болельщики на трибунах, отмечали большое желание и волю к победе у наших баскетболисток. А значит, успех рано или поздно придет. Ведь надо понимать, что «Спарта-НК» – молодая команда. Средний возраст состава – 21 год. Ну, там очень серьезный коллектив, там игроки мирового уровня против нас сегодня играют. И для наших молодых девочек это очень хорошая игра. Где-то не повезло, то есть я считаю, что сыграли великолепно. Первая половина лучше, чем ожидалось. Игра нормальная, но чего-то не хватает. «Спартаку» и «Динамо» не завершают, скажем так, некоторые моменты. Желаю удачи «Спартаку» всегда, чтобы всегда победила. Во второй части игры команды действовали на встречных курсах. Баскетболистки «Спарты» снова немного просели в третьей четверти, но последний отрезок матча провели на высоком уровне. В тот момент, когда соперницы уже расслабились и посчитали игру сделанной, наша команда совершила финальный рывок. Но, к сожалению, опыт взял свое, и «Спарта» уступила с общим счетом 62-75. Тем не менее, это поражение оказалось достойным. Впереди нашу команду ждет выездная игра с соседями по турнирной таблице «МБА Москва», где мы можем рассчитывать на победу. Дмитрий Книга, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. И о погоде. В среду 20 февраля из-за фронтов североатлантического циклона станет больше облаков. Ночью до минус 6 градусов, днем небольшой снег. Юго-западный ветер подгонит тепло и к вечеру потеплеет до плюс 2. И это все новости на сегодня. Увидимся завтра в это же время. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин